Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске вы познакомитесь с обновленной Tesla Model 3, узнаете, чем особенный прощальный Volkswagen Golf 380 и познакомитесь с китайским Defender. Так что поехали! Великая и ужасная Tesla представила масштабное обновление для Model 3. Это, наверное, самое важное событие для компании за последние несколько лет. Ведь Model 3 – это одна из тех опор, на которых держатся рекордные продажи американской компании. Модель важная, и от нее ждут многого. Рифленый дизайн нынешней Model 3 уступил место более гладкому силуэту. С приходом рестайла линий на кузове стало меньше, а внешний вид стал что-ли взрослее. Теперь Model 3 воспринимается как уменьшенная версия Model S. Такое восприятие формирует новый капот с гладким передним бампером, а также полностью новая светодиодная оптика. И напоминает глаза хищника, готовящиеся к рывку. Задняя оптика вызывает смешанные чувства, ведь что-то подобное использует шведский Polestar на своих моделях. Но это нехорошо и неплохо. Главное, что все гармонирует и не вызывает ощущения чужеродности. А копипастой сейчас грешат многие автопроизводители. Что ж поделаешь, такие времена. Не забыли в компании и про колеса. Они по всем правилам аэродинамически эффективны и доступны в двух размерах на 18 и 19 дюймов. Просто и прямоугольно, такими эпитетами можно описать интерьер новинки. Давайте будем откровенны, Tesla никогда не была сильна в интерьерах, так что ждать здесь какого-то вау-эффекта не стоит. Но все же кое-чем Model 3 порадует своих будущих хозяев. Передняя панель теперь выглядит еще проще, она лишена каких-либо вставок под дерево. В качестве поощрения Tesla дарит своим клиентам Ambient-подсветку. Более крупный сенсорный дисплей, теперь его диагональ составляет 15,4 дюйма, а было всего 15 дюймов. Ну и, конечно же, трудно не заметить новое рулевое колесо со встроенными поворотниками. Это значит, что никаких подрулевых лепестков, а задний ход и парковочный тормоз включаются на сенсорном экране. Как и у старшей Model S. Завершить знакомство с интерьером хочется новыми сидениями с вентиляцией и подогревом, новым 8-дюймовым дисплеем для задних пассажиров, акустикой на 17 динамиков и двумя сабвуферами, а также увеличенным багажником объемом в 594 литра, что на целых 33 литра больше, чем было. Практичность – второе имя. Обновленный Model 3 построен на той же платформе, что и раньше, а вот об аккумуляторных батареях компания практически ничего не говорит. Но это не мешает Tesla оставаться в авангарде прогресса и предлагать клиентам один из самых живучих электрокаров в классе. Даже стандартная заднеприводная версия способна проехать 513 километров на одном заряде и разменять первую сотню за какие-то 6,1 секунды. При массе в 1765 килограммов – это неплохой показатель. Двухмоторный монстр с полным приводом и весом в 1828 килограммов справится с этой задачей за куда более внушительные 4,4 секунды и с увеличенной батареей сможет подарить незабываемое 629 километров пути. Это значит, что обновленный Model 3 стал экономнее использовать энергию и поубавил свои аппетиты в среднем на 11-12%. Такой рост не был бы возможен без нового силуэта модели, что позволяет электрокару лучше скользить среди воздушных потоков с лобовым сопротивлением в 0,219, а было 0,23. Характеристики топовой Model 3 Performance в компании пока не раскрывают, но обещают это сделать позже. Это далеко не вся информация, и как только появится что-то новое, я обязательно вам об этом расскажу. 245 лошадиных сил и 370 ньютон-метров момента. Именно столько выдает последний заряженный Golf 380 с механической коробкой передач. Как бы не печально это звучало, механика нынче не популярна в мире, и все больше производителей отказываются от этого достояния из прошлого. Но сегодня речь пойдет о хардкорном хот-хэтче, заставляющем ваше сердце биться чаще, а кровь пульсировать по венам, словно топливо, питающее двухлитровую турбо-четверку этого маленького монстра. Шестиступенчатая механика и полный привод дарят чувство контроля над пятидверной ракетой, готовой разогнаться до 100 км в час всего за 6,2 секунды и развить максимальные 250 км в час. Для более острых ощущений хэтчбэк оснащается адаптивной системой демпфирования и мощной тормозной системой, которая прячется за 19-дюймовыми колесами черного цвета. Такие диски прекрасно контрастируют на фоне эксклюзивного цвета кузова Graphite Grey. Это далеко не самый мощный и быстрый хэтчбэк в мире, но его изюминка заключена в коробке передач и достаточно мощном двигателе. Эта связка подарит вам море эмоций и незабываемых поворотов. За такую комбинацию найдется масса людей, готовых отдать 32 485 долларов за гольф на механике. Китайцы выпустили свой собственный Defender и назвали его Pole Stones 1. Название в духе последних разработок автопрома из Поднебесной, и можно было бы пройти мимо этого автомобиля, но он кое-чем интересен. Во-первых, его дизайн был разработан небезызвестной пенинфарина, а во-вторых, запас хода у 0.1 составляет сумасшедшие 1115 километров пути, и в этот раз китайцам хочется верить. Ведь они добились такого результата с помощью гибридной трансмиссии. Сердцем силовой установки является полуторалитровая турбочетверка, исполняющая роль генератора, и питающая энергией два электромотора мощностью в 475 сил и 740 ньютон-метров. Бензиновый двигатель питает электромоторы через аккумуляторную батарею емкостью в 56 киловатт-час. Одного заряда такой батареи хватает на 235 километров пути. Все остальное гибрид добирает с помощью бензинового генератора и топливного бака. На первую сотню прямоугольный крепыш тратит 5,5 секунд и готов развить максимальную скорость в 235 километров в час. Вполне себе неплохо для шестиместной баржи длиной почти в 5,3 метра, но можно заказать еще семиместный вариант. В обоих случаях вы получите панорамную крышу для наслаждения солнечными ваннами, несколько экранов, куда же без них, ну и конечно же 6 камер, 5 радаров, 12 ультразвуковых датчиков и 3 лидара. Весь этот парк аттракционов необходим для реализации системы автономного вождения. Правда где ее использовать пока не ясно, ведь в большинстве стран мира эта система до сих пор не прошла легализацию, но звучит все это очень прогрессивно. Цены на новинку пока не оглашены, но зная китайцев, они всеми силами будут пытаться предложить максимально выгодное предложение на фоне европейских конкурентов. Что ж друзья, а у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok